Метрополитен Челябинску нужен однозначно. Решение, которое было принято четверть века назад о строительстве метрополитена, оно должно быть реализовано. К сожалению, Челябинск это единственный славный мой любимый город, где так затянулось строительство метрополитена. Были в Москве объекты, например, центральный участок Люблинско-Дмитровская линия, там строительство велось 20 лет. Ну 25 это рекорд, надо отмечать, надо обязательно отмечать эту ситуацию и сделать все усилия, приложить все усилия. Это прежде всего должна быть политическая воля руководства области и города. Надо приложить все усилия для того, чтобы метрополитен закончить. Вы спрашиваете, в том виде или в ином виде? Во-первых, когда начали строить и начали проектировать, естественно, тракторозаводской район и северо-запад были в абсолютно иных ипостасях, в иных ситуациях. И, конечно, первая ветка проектировалась именно с учетом той градостроительной ситуации, которая была в то время. Но раз строить начали, а наполовину метрополитен построен, построены перегонные тоннели, половина, даже станция, торговый центр построена. Она построена, она реализована. Поэтому усилий чуть-чуть, и метрополитен будет закончен. И он будет работать. И вы понимаете, здесь сложится иная ситуация. Появится станция метро, этот район заживет по-другому. Абсолютно по-другому. Сейчас, допустим, можно говорить, что ЧТЗ не работает, вернее, не работает ни по профилю, ни с такой мощностью. Но поверьте мне, как только появится станция тракторный завод, район заживет абсолютно иной жизнью. И комсомольская, и тракторозаводская станция, и торговый центр, это будет другая жизнь. Другая жизнь при метрополитене. Это центр активности. Всегда. Это, вот смотрите, это и градостроительная история, и история транспортной политики города. Почему это приведет к появлению метро? У нас изменится транспортная составляющая в городе, если да? Она изменится кардинально. В любом случае, если это даже будет одна линия метрополитена, она будет составлять основу, костяк, стержень транспортной инфраструктуры города. У вас полностью изменится транспортная схема города. Метрополитен возьмет на себя основных пассажиров. Основных пассажиров. Это практика всех городов. Даже при наличии одной ветки транспортная составляющая метрополитена будет доминировать. Метрополитена. Именно метрополитена. И вы поймете, как только достроите линию и введете ее в эксплуатацию, вы поймете, что метрополитен надо строить и дальше. Опять же, показала мировая практика. Скажите, пожалуйста, это связано как-то с тем, что у нас город очень большой, поплощий, на самом деле? Это уберет, это снизит необходимость в автотранспорте в личном? Соответственно, это сейчас считается основным загрязнением? Это, я думаю, наивные мысли. Люди, прожившие при советской власти и не имевшие никогда личный автомобиль, никогда не отказываются от такой роскоши, если даже под боком будет метрополитен, никогда не отказываются от роскоши иметь автомобиль. Все равно это роскошь. И при нашем таком достаточно тяжелом материальном положении, а это относится, к сожалению, ко всей стране, автомобиль нужен, и он будет жить именно в том качестве, как больше не транспортное средство, а как роскошь. Скажите, а не слишком ли метро, дорогой удовольствием для Челябинска, в эксплуатацию, прежде всего? Ну, дорогой ты мой, метрополитен во всех городах мира, это дотационное мероприятие, это больше социальная проблема, социальная задача, метрополитен делает жизнь Челябинца, жизнь любого горожанина комфортнее, а это самое главное. И город, любой город, который содержит метрополитен, он именно его содержит, он датирует это транспортное средство. Челябинску тоже придется датировать или поднимать стоимость билета до невиданных высот, в этом случае Челябинск не пойдет в метрополитен. Получается, что выгоды косвенные от увеличения привлекательности города, от увеличения привлекательности районов, от увеличения стоимости жилья. Так что это получается? Еще раз повторяю, как только появляется метрополитен, как только появляются места притяжения, новые места притяжения, Продвижение, я говорю именно о станциях, город начинает жить абсолютно другой жизнью. Вот новая структура появляется, новый хребет появляется, именно метрополитен с четырьмя или с пятью станциями. И эти районы, пристанционные районы, они начинают жить абсолютно иной жизнью, абсолютно иной. Жилье дороже, скажем? Жилье дороже, безусловно жилье дороже. Причем оно подорожает не в два, в три раза, оно дорожает на порядок сразу. Опять же показала жизнь. Жилье при метрополитене гораздо дороже, чем в отдаленном районе.